Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень мы рады вас видеть и очень благодарны за возможность задавать вам вопросы. И для всех слушателей и ваших подписчиков я хотел бы сказать, что именно к вам и лично я хочу обратиться с этим важным вопросом «Кто такой Бог?», потому что в своё время именно вас я узнал об этом. И уже 12 лет я испытываю много счастья на духовном пути и очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с духовностью, так как вы об этом говорите. Я очень волнуюсь, Александр Геннадьевич. И иногда, дорогие подписчики, я, может быть, буду обращаться к Александру Геннадьевичу к Гуру Махарадж. Такова ведическая традиция, потому что я являюсь его учеником. И, я думаю, вам будет понятно, почему будет возможно такое обращение. Александр Геннадьевич, я хотел сказать, что тема оказалась очень актуальной. И мне писали, я просил, чтобы люди помогли мне раскрыть эту тему, подписчики, ваши мои друзья. И мне написали в разных соцсетях многие уточняющие вопросы. И я также буду обращаться к ним для того, чтобы более подробно попросить вас раскрыть эту тему, очень необычную. И хотел бы я начать с того, с необычального повода, который сейчас случился, почему, собственно, эта идея пришла, спросить. Недавно прошло голосование в Конституцию, внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. И в 3 главе, после 67-й статьи, появилась еще одна 67-я статья в степени 1. И в пункте 2-м там говорится следующее. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. То есть впервые в Конституции, как в основополагающем законе, появилось упоминание Бога, вера в Бога. Такой формулировки не было в предыдущих версиях Конституции. И это очень удивительно. Я знаю, что, Александр Геннадьевич, вы много, ну, я хотел сказать лет, но я знаю даже из того, что вы говорили, что вы ни одну жизнь рассказываете людям о Боге, несете это знание. И такой повод удивительный сейчас говорить на эту тему, кто такой Бог. И вопрос первый, который возник у людей, ну, во-первых, я также знаю, что вы всегда говорите это научно, как бы вне конфессионально, философски, и в таком ключе хотелось бы попробовать, если мне хватит, какого-то разума, смирения, почтения, в таком ключе тему эту попробовать раскрыть. И вопрос был практически такой, вот можно представить, подписчик пишет, что есть вот такой вот человек, который не знает Бога, и кто такой Бог. И вот он себе живет. А есть вот другой человек, который вот тут знает Бога. И человек спрашивает, а что меняется? Ну, вот один знает Бога, а другой не знает Бога. Могли бы, пожалуйста, прокомментировать этот момент, то есть вот такой вопрос. Кажется человеку, что ничего, может быть, и не меняется от того, что кто-то знает, а кто-то не знает Бога. ну само слово бог это мистическое магическое слово оно как бы не означает практически ничего конкретного но все же оно означает многое вещая все буквально одновременно слово бог это обозначение как бы некого недоступного непостижимого но существующего или не существующие или может быть существующей чем какая-то тайны обозначается самая великая тайное в мире обозначается этим словом бог также это означает что что-то очень близкой сокровенная что-то очень святое а также что может быть угрожающая страшная могущественная то есть в этом слове много много чего есть поэтому когда мы узнали о том что слово бог появилось в конституции российской федерации понятно что это слово идет сознание людей через конституцию не через священное писание может кто-то не обращает внимание привычное виде священное писание слова бог но непривычно было видеть в конституции как ну такой исторический факт понятие бог уже исторический факт то есть нам мы как бы приближаемся к богу вот с этим понятием начинаем жить уже да вот в государстве понятно что будут серьезные перемены потому что перемены могут быть только когда меняется сознание людей то есть мы не можем надеяться на какие-то хорошие перемены если наше сознание не улучшается и по моему как бы мнению как вот как философа как человека ищущего абсолютную истину ну жизнь посвятившего этому мнению нет другого смысла по моему мнению слово бог возвысит цивилизацию мы вступаем в новую эру взаимоотношений существования почему мы можем немножко раскрыть в этой беседе почему так думаю как философ как ученый скажем да вот как но у меня есть сторона сторона влечения к науке к философии к самоосознанию к йоге к медитации это мне влечение было всегда смыслу жизни как у всех молодых людей есть такие вопросы мне тоже были такие вопросы но я на этом остановился вот и вот этим я собственно и занимаюсь только поэтому для меня слово бог он вне конфессиональное слово вне религиозное слово над всем сущим над религией над философии над мыслями людей то есть никто не знает кто такой бог я тоже не знаю кто такой бог я только знаю что с ним возможны взаимоотношения я допустим могу также смело утверждать что никакими умственными усилиями или экспериментальными знаниями мы не можем приблизиться к богу или постичь его это за пределами наших общей возможности восприятия мысли нашего здравого смысла рассудка это живой парадокс который невозможно объяснить ничем этим нам данным да материальным это за пределами но только один есть метод который нашел в ведах все же как можно познать что-то о боге и свои отношения с ним это когда он сам раскрывает себя это единственный путь никакие усилия как бы ну не помогут раскрыть эту тайну хотя может быть какие-то процессы есть которые могут ну веру дать в бога а вот подкрепить эту веру научно и основательно так чтобы она была стабильная вот основы как бы государства да и образование всего остального наших отношений семейных традиций это может быть только непосредственно от бога исходить то есть я думаю что каждый человек должен получить это благословение свыше вот слово бог конституция это начало этого процесса ну продолжим спасибо большое дорогой гурм харадж дорогой лесан геннадий да вы конечно я знаете я когда готовился я уже мне кажется только и думаю последние две недели об этой нашей встречи мне снится уже что я провел несколько раз этот эфир несколько раз я в этом эфире опозорился уже интернет ну по крайней мере надеюсь это было только в моем сне вот вы сейчас одним ответом своим ну собственно чуть ли ну полностью практически ответили на многие вопросы конечно сразу как вы представили это понятие объемно и все же я хотел бы предложить пойти таким путем есть такой метод философии как способ определять что-то сначала определяет чем это не является вот допустим является ли это этим и когда мы говорим это не это это не это это нет и в конце уже сказать что же это и исходя из вот такой вот метода я хотел бы спросить есть видя вопросы людей и также размышляя над этим вопросом на тема бога все-таки бог это что-то существующее или это что-то несуществующее я поясню этот момент а потому что люди они как вот думаю но это даже если существующее это воображаемое то есть ты воображаешь себе бога и он в этом смысле существует а так конечно ну вот бога нету вот могли бы пожалуйста прокомментировать такое фундаментальное какое-то начало это все-таки идея бога или бог вот эта реальность или это просто вот идея человеческая философы древности утверждают что нет ничего чтобы не существовало если ты появляется в нашем воображении если существует понятие есть и объект несуществующие вещи имеется ввиду несуществующие комбинации могут быть и тот это только в определенном измерении как в другом измерении они могут существовать например яйцо лошади я скажу вы представляете воображение как лошадь снесла и скажем яйцо снесла но этого нет этого воображаемое но основано все на реальных объектах яйцо существует и лошадь тоже существует комбинации такой не существует это в нашем измерении потому что где-то написано в куранах что есть такие формы жизни тоже бывают но не в нашем измерении или скажем рогатый кролик но мы улыбаемся ну смешно даже выглядит но не бывает такого ни к чему все это это воображаемый объект но рога олени существует реальный кролик существует реально вот таким образом можно объяснить да то есть мы создаем из существующих вещей не существующие комбинации в уме наша ошибка в этом что наша жизнь подвержена опасности именно по этой причине что мы фантазируем и пытаемся эту фантазию применить к жизни а самая практичная вообще вне фантазии что нужно применить в жизни и быть удачным это абсолютная истина или бог просто нужно это понять научно что такое абсолютная истина абсолютно если так то что приложимо к каждому живому существует когда мы это поймем мы будем жить на самом деле в процветающем обществе это самое практичное самое ценное поэтому сначала давайте хорошо пусть быть воображаемое я не буду спорить для кого-то это воображаемо тогда мой вопрос а как вы себе воображаете бога ну давай только научно бог слова что означает безграничный всемогущий ну и давайте дальше ну вообразите я послушаю и вы увидите что вы сейчас создадите реальную картину бога сами сами ничего воображаемого не будет все люди сойдутся в одном мнении если если дадут как в воле своему рассудку даже просто вообразить вот научно до абсолютная истина бог что такое что как должно это выглядеть как это должно вообще быть и зачем и почему вы сами таки на эти вопросы каждый абсолютно каждый человек если он честно искренне задумается он ответит на этот мой вопрос так что это знание есть в сердце каждого человека на самом деле в сердце вот если вы впустите туда это понятие в сердце вы получите ответы сами и ничего удивительного в этом нет у нас не будет расхождений абсолютно истина применима к каждому живому существу например сразу практический пример насилие никто не хочет над собой насилие ни одно живое существо даже муравей не говоря уже о человеке кто тонко чувствует и тонко понимает насилие мы не любим над собой поэтому ахимса не насилие это закон бога говорится это божественная запад применима абсолютно каждому живому существу смотрите есть такие понятия к не только это это очень практично что тут какое тут воображение это любого спросите по город по городам спросите можно тебе отрезать одно ухо тяж два уха ну да я отрежу одно ухо никто не согласится уверяю вас но можете проэкспериментировать это факт никакое воображение абсолютно истина существует правильно ли я вспомнил александр геннадь что мы не можем вообразить что-то что не существует конечно не можем прийти то что не существует когда говорят что пустота источник всего вот этого не существуют вы не можете вообразить это agriculture это условная условная обозначение того чего я не знаю никогда не видел допустим я вас вижу 1 их жизни если не означает что вы до этого не существовали я могу сказать что раньше вас просто не существовало ну просто потому что я вас не видел так же не бога бы не видели никогда поэтому наверное не существуют но я могу сказать другое нужны же глаза специальные вы этими глазами с острлский бог нужно же глаза вы даже не можете увидеть весь космос телескоп как вы увидите бога который источник всех космических пространств и измерений это же бог он всемогущий он источник всех энергий как же вы увидите его вот полном целом и есть такие мудрецы которые видят это и они говорят вот вы перед вами бог указывая на окружающий мир пространство землю воду деревни все что мы видим вот он бог вот он бог перед вами я могу дать что дерево что ли бог на что он показал сейчас или вот этот камень бог нет тут камень уже не бог дерево не бог а куда же он показывает что-то я не вижу это вот это полное целое это первое понимание бога когда вы созерцаете все одновременно вот 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 это первое что вы начинаете понимать первая ступень познания бога что все существующее вот это сад вот это существует существование и есть первая ступень познания бога то что все существует вечно ведь форма временно а сама материальная энергия вечно душа вечно все вечно только форма временно сами же ингредиенты и химические вещества и душа все эти составляющие и все имеет вечную природу это называется сад первое постижение бога да это конечно требует такого знаете вот каждое ваше слово но требует глубокого осмысления я конечно не претендую на то что я могу понять хотя бы какой-то процент но правильно я понял получается что сейчас я вот думаю что я смотрю и вижу город думаю пример вот я сейчас нахожусь в улан-удэ я могу думать я вижу улан-удэ на самом деле получается я вижу бога а улан-удэ у меня только в голове получается то есть получается вокруг нас бог его просто лишь сознаю ли я это или я не сознаю правильно да и шапанишат об этом говорит можно увидеть бога именно таким образом можно увидеть улан-удэ мой город в котором я живу а можно ведь по-другому то же самое можно ведь улан-удэ это город принадлежащий богу как и все остальное и вот тогда вы увидите бога когда увидите через вот эту призму собственности до отсутствие собственности вы увидите бога то есть это первая ступень вы еще не увидите у лицом к лицу но вы уже почувствуете полностью присутствие то есть чувство собственности мешает нам вот этого глаза собственности да мы видим глазами собственника моя квартира мои деньги мои родственники а там чужие а там враги а у того больше а у того меньше и мы видим все таким человеческим взором материальных желаний до ненасыпных поиском собственного счастья собственного удовлетворения собственного эгоизма поэтому не видим бога такими глазами мы не сможем увидеть бог но я пришел в этот город улан-удэ это может быть родился я там умру город до меня был и после меня останется яда тут вообще причем но пока я живу в нем и утверждает а мой город улан-удэ потому что тут я родился тут и бегал ребенком это мое 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 все так утверждают все наши предшественники все предыдущие поколения уже давно умершие все так думали а теперь мы так тоже думаем а их давно уже нет этих собственников а земля так и остается на месте то есть когда мы развиваем видение где отсутствует чувство собственности мы начинаем развивать божественное видение это начало дальше следующая ступень следующая ступень созерцание бога в собственном сердце сердце каждого живого существа это выше ступень сознания и на последней стадии если кто-то удастся кому-то достичь последней стадии жизни вот тогда он любит бога лицом к лицу но это лишь в том случае когда человек обретет очень сильную любовь к нему но чтобы обрести такую любовь нужно узнать многое о нем потому что не зная личность мы не можем полюбить эту личность поэтому даются священные писания которые указывают на бога как-то описывают его где-то подробно описывается где-то просто указывается направление или веру даются в бога все священное писание именно к богу направляют человека потому что только божественное знание способно возвысить нас больше никакое знание мы должны учиться у него спасибо большое дорогой александр геннадьевич на самом деле вы сейчас просто одним ответом дали и метод как увидеть бога то есть когда человек часто можно услышать от людей которые сомневаются в существовании бога они выдвигают такое требование покажите мне бога и вы сейчас по сути дали метод или как на научном языке это называется теория познания то есть есть определенный способ познания и бога познается таким образом и как это огромное вам благодарность за это я думаю любой разумный человек сможет увидеть в этом метод и если идя дальше по вопросам которые подготовлены я конечно не уверен что это все возможно успеть потому что вы так во первых и так объемно отвечаете и хочется ну как бы успевать осмыслять это и все же вот такой вопрос еще один был вот мы живем в этом мире и кажется что вот есть люди близки нам вот есть близкая на нам родители нам близкие есть близкие родственники друзья они нам знакомы и кажется что бог мы узнаем о боге кажется что бог это что-то незнакомое нам неизвестное и вот вопрос такой бог он он знаком нам или он незнаком то есть мы не знали и узнаем или мы знали и вспомним как это правильно понимать но мы знаем понимаем близость в некоем таком равенстве например друзья это отношения равные должны быть если кто-то очень-очень богатый скажем кто-то очень-очень бедный обычно они не могут быть друзьями или например кто-то очень-очень ученые а другой совершенно невежественный человек глупые они тоже не могут быть друзьями большая разница да дружба и близость вот это подразвивает некое равенство равенство как бы ну достояние что ли нужно иметь какую-то красоту хотя бы примерно равную да нужно иметь богатство примерно равное чтобы близко общаться скажем ли семью создать что нищенко не выходит замуж за очень богатого человека или наоборот как правило вот что противостоит этим вещам то есть какое-то равенство поэтому если любовные отношения говорится близкие отношения возможно только в одном виде жизни вот скажем вот животные с животными там поруются до птицы с птицами то одного и того же вида люди с людьми находят общий язык какой-то если мы хотим быть близкими богу то мы должны подняться на платформу духовную чтобы общаться на одной платформе потому что он не человек это живое существо потому что из него как бы он источник жизни потому сам живое существо конечно же он про отец всех живых существ понятно что отец это живое существо не может быть мертвым химическим веществом это живое существо но он не человек и когда мы думаем о нем как о человеке мы совершаем ошибку то есть нет как бы контакта поэтому люди не верят в бога что нет контакта с богом они пытаются общаться с ним на человеческой платформе они говорят о каких-то своих житейских проблемах о войне и мире о браках и разводах о справедливости и несправедливости в этом мире человеческом мире а с точки зрения бога все происходит правильно представьте себе все происходит правильно с точки зрения бога законы кармы существуют судьба существует что посеешь что пожнешь и нас дает определенные законы природы которые абсолютно справедливо каждому живому существо что посеешь что пожнешь мы когда мы понимаем его как бы видение его сознание сознание бога разделяем с ним тогда открывается на вот эта близость что же на самом деле он ценит в нас материальное тело он не ценит нас потому что это как одежда для него что мы то есть душа мы его частичка а материальное тело внушает нам что ты русский или ты американец или ты казах или ты индус что нас отделяет от бога вот эти временные понятия за которыми боремся ради которых живем они нас отделяют от бога вот чем проблема телесная концепция поэтому человек живущий в этом мире как бы воплоти и он должен понимать себя как душу действовать воплоти но осознавать себя как душу частичку бога вот это и совершенство жизни тогда возможно возможно близкие отношения с богом и на самом деле это самое близкое живое существо для нас и так получается у нас следующий по крайней мере успех что мы успели обсудить вы ответили что бог это реально существующие и очень близкое живое существо исходя из того что вот вы сказали и интересно вот вы говорили сразу всплыли еще несколько вопросов которые были заданы один из них чтобы я вот так вот правильно его сформулировать сейчас мы видим происходят разные события разные беспокойство людей и в связи с этим возникает вопрос о боге тоже естественно как бы вопрос таков бог он просто сторонний наблюдатель или он активный участник всех этих событий он активный участник или он просто стороной наблюдает за нами и все пожалуйста скажите можно привести сравнение солнце это хорошее сравнение ведическое сравнение солнце здесь будет аналог с богом могущество солнца нам известно до какой-то степени поэтому пример будет нам понятен солнце является как бы источником жизни на этой планете главным источником жизни так ведок тоже написано источник жизни и только благодаря солнцу здесь существует жизни какая-то деятельность происходит психическое физическое прочие деньги все зависит от энергии солнца ученые изучают фазу луны и фазы солнца выясняют что прямое отношение к человеческому поведению имеют процессы на солнце луне то есть мы как бы вот в каком-то смысле ну как марионетки живем мы подчиняемся вот энергии солнца но при этом смотрите все что делается на планете за это солнце ответственности не несет она здесь и не здесь я могу сказать что солнце лучше здесь же значит солнце здесь но все же солнце не здесь смотрите но здесь не здесь вот это парадоксально бог парадоксален он здесь он дает возможность нам действовать санкционирует позволяет наблюдают этом память знания забвения переваривать нашу пищу дает нам таланты дает нам разум дает нам все эти энергии тела всевозможные да это все как бы его энергии безусловно но когда мы действуем нам сюда и свободу выбора и вот за это мы отвечаем уже сами так мы учимся что хорошо что плохо да вот что посеешь что пожнешь вот это устройство жизни никто не может избежать этого закона ты поступаешь плохо получаешь плохие реакции будешь сам страдать ты поступаешь ради блага других живых существ ты также получаешь благо ты получишь ты заслужил что посеешь что пожнешь хороший плод значит и сделал хороший поступок если ты получаешь плохой плод страдания на 4 получишь реакция на какой-то грех прошлом вот так устроен закон кармы сам же бог не несет ни малейшая ответственность за наши поступки только с одним исключением вот это секрет как бы секрет не знаю говорить его или нет но есть одно исключение это касается только тех людей которые полностью преданы богу вот тут есть выражение у христа за пазухой такой человек находится полностью защищен богом например в уранах древних описано жизнь прохлада махараджа это был сын великого демона пятилетней возрасте он уже полностью сознавал бога представьте от рождения был необычным ребенком он был святым с рождения вообще врожденной святости отец возненавидел за эту связь потому что был демоном в конце концов хотел убить его и он не смог ничего с ним сделать но не смог его не сжечь в масле не сбросить разбить с горы не утопить не разрезать на куски не отравить змеями он всякий способ использовал ничего не смог с ним сделать он был под защитой бога непосредственно такие случаи бывают они описываются вы наверно и сами знаете о житии святых о неких таких чудесах да это означает что человек связан с богом и теперь уже от воли бога зависит будет он житель умирать не от нашей воли не от наших решений не от закона кармы а от воли бога все он переходит в другую юрисдикцию но это великие души поймите это не бытовое что-то рядовое это из ряда вон выходящее явление в нашем мире это великие святые но это дает нам веру поэтому мы говорим об этом огромное спасибо вам александр геннадь еще вспомнил эпизод из достоевского братья карамазовых там один герой я сейчас не помню его имя он делится своим переживанием он говорит знаете вот вы тогда сказали вот это про бога а я ведь веру потерял тогда вот мы пообщались с вами и вы просто что-то сказали а я потерял веру я когда прочитал этот момент я подумал интересно ведь веру можно потерять просто беседе за столом а можно приобрести может быть в каком-нибудь эфире просто обрести веру потому что же согласно конституции мы получили веру и мы же как законопослушные граждане должны иметь это веру потому что мы получили от предков когда и продолжаю эту тему удивительную что бог получается он существует он очень близок и он может лично активно участвовать в нашей жизни но это что-то экстраординарное как вы сказали и при этом даже если он как солнце никто не печалится когда приходит солнце все только рады никто все рады солнцу хотя только благодаря солнцу мы и живем и можно было возмутиться только солнце все руководить на спасибо вам большое александр геннадь и продолжая тему вот такой бог может быть это будет звучать не как слишком философский вопрос но часто с этим встречаешься общаясь с людьми слышится примерно такое ты же к примеру казах или ты русский стало быть ты должен следовать такому пути и я размышлял над этими утверждениями и задался таким вопросом не ужели вера и бог он обладает национальность вера как бы что она имеет такой-то национальный признак или бог имеет национальный признак и я размышлял почему так часто люди хотят чтобы бог был с ними часто же говорят бог с нами бог с нами бог с нами и вот возникает вопрос так все-таки бог у него есть национальность или нет у него национальность да надо посмотреть вообще как он выглядит какой у него цвет цвет кожи допустим как он одевается на каком языке говорит какой раз он принадлежит китайской допустим монголоидной расе или европиодной расе или негроидной расе это все вот эти глупые наши с вами размышления опять же это чувство собственности да моя религия значит это мой бог а там другая религия это другой бог это чувство собственности который мы как раз говорили от которого нужно освободиться бог не принадлежит ни одной религии но все религии принадлежат богу так говорится вот так мы сможем как-то приблиться к этому понятию да что это за живое существо которое имеет духовную природу там нет национальности которые мы говорим нет пола в том смысле который мы понимаем да говорит сообщение воображаете его не думать что мужчина там или женщина или русский американец или это человек ничего подобного вы не сможете так понять бога у него есть форма да но не материальная форма то есть материальные чувства мы не сможем видеть эту форму материальные чувства видят только то что хотят видеть поймите поэтому что-то называем приятным а что-то отвратительным но ничего нет неприятного не отвратительно на самом деле то просто нас чувства убеждают в этом вот эти несовершенные чувства для меня скажем немыслимо есть осиновую кору говорят что люди которые попадают там зимой да в тайгу они едят осиновую кору потому что но можно поддерживать жизнь каким-то образом это очень трудно человеку это не его пища вообще но ты не едят от голода чтобы не умереть просто но это страшная страшная пытка будет а зайцы едят с удовольствием это деликатес вообще зайцы обожают осиновую кору не обгрызают ее зимой вполне довольны понимаете попробуйте как корову щипать траву целый день и пережевывать ее вы умрете вы скажете это плохо это ужасно а корова скажет это очень хорошо рыба в воде зимой плавает и еде холодно мы не мыслимся зимой буду погружаться и сидеть там часами мы умрем так что же хорошо что такое плохо наши чувства не могут этого знать мы лишь знаем самосохранение здоровья вот с этой точки зрения говорим плохо или хорошо но в абсолютном смысле мы не знаем этого для нас войти в огонь немыслимо ужасно очень мучительно но бог источник всех этих первоэлементов почему мы не можем войти в огонь потому что стихии не подчиняются нам тогда как его чувства превосходит все стихи управляют стихиями наши чувства подчиненные а его чувства верховные когда он входит в огонь он также наслаждается как и в другой другой стихии это значит духовное тело неразрушимое тело там нет старости рождения смерти вот этой боли как мы понимаем страданий вечная жизнь блаженства и знаний сад читананда виграха это говорят древние мудрецы это тело бога сад читананда виграха вечное полно знаний блаженства форма вот что они говорят постигая это чистым трансцендентным разумом именно не глазами не просто ушами да не языком не осязанием не обоняние нельзя это постичь мы должны понять что мы ограничены должны признать свое несовершенство и тогда силу этого несовершенства мы можем прийти к богу другим способом выпросить него это понимание вымолить горит молись богу еще говорят просил него потому что только когда он появится ты увидишь его ты не можешь солнце найти при помощи фонарей ночью пока она сама не взойдет ты не увидишь его невозможно при помощи огня фонарей найти солнце ночью вот такие сравнения даются то есть получается бог ему принадлежат все религии и это материально мы это чувство собственности заставляет нам присваивать мы присваиваем его себе своей нации своей какому-то конфессии именно потому что мы но обладаем чувством собственности и получается такой вопрос может быть чуть не по теме потому что вопрос у нас кто такой бог сегодня но все-таки вот спрашивают продолжают и здесь вот в эфире как вот в себе это возможно ли для каждого превозмочь вот это чувство собственности желая узнать и тут такой бог-то узнать именно бога они просто свои чувство собственности как вот это превозмочь это хороший вопрос правда да это метод вы уже говорите спрашивайте методиста это возможно возможно не думайте что это невозможно мы говорили что бога невозможно постичь своими усилиями да но но мы не сказали что вообще невозможно это легко на самом деле если мы уже признали свои несовершенства так то следующий шаг должны принять знание в абсолютной истине это же просто но я пошел в школу а что я пошел учить математику не учитель сказал дважды 24 а я же не спрашиваю вас чего это вы взяли а почему должен вам верить очень я же не бросал вызов я просто принимал это я понимал что я ничего не знаю учитель знает на этом основании я просто принимаю знания которые у него есть есть знания также здесь знания о боге уже есть если вы его отвергаете то нет способа это очень сложно своим путем нельзя если вы принимаете тот очень легко я выслушал учителя математики год дайли семестр я знаю математику все очень просто очень просто с этой точки очень просто другой стороны невозможно поэтому а боге можем узнать все необходимое если найдем верный источник и от чувства собственности это означает что человек должен совершать жертву то есть действовать бескорыстно ради высшей цели ради блага всех живых существ в служении богу когда мы вот перестраиваем свою деятельность вот в этом сознании да что ничто мне не принято не ради плодов не ради себя а для удовлетворения полного целой чтобы все живые существа получили благо что бог был доволен потому что он всех любит живых существ если я действую ради всех он доволен этим вот тогда я начинаю освобождаться чувство собственности но когда я действую ради себя она укрепляется чувство собственности наукореняется до того до той степени что даже начинаю враждовать совершать насилие убивать кого-то обманывать воровать у кого-то это все чувство собственности которая может развиваться и становиться монстром поэтому да вот этот метод существует ведах называется я где жертвоприношение все что мы делаем это должно быть жертвоприношением богу даже когда вступаете в брак это называется ягья жертвоприношение это священный союз для служения богу для воспитания нового поколения и прочее 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 это все относится к жертвоприношения получается бог один и как бы теоретически мы знаем об этом что бог один это собственно исходит из определения бога и при этом имея чувство собственности мы не можем увидеть этого самого одного бога который назван другим именем правильно вас понимаем да связи с вот вы уже сказали александр геннадий что форма бога писается сад чита нанда исполнено знание вечности глаза блаженство но иногда можно встретить размышления философов или может быть чита размышления более глубокий чита нет но кто-то говорит если бог был изначально то значит он самый старый а если он самый снова что он старик и возникает собственно же вопрос вот бог он он стар или молод он красив или некрасив могли бы вы пожалуйста ответить на этот вопрос ну да это же чувство собственности опять же вот мое тело я человек это моя собственность самое ценное это точно себя то решили прежде всего я мужчина человек и сквозь эту призму я смотрю на бога и думаю что он тоже такой же человек как и я значит если он вечно старый я же старею я думаю о боге вот как о себе себе как о боге я путаю эти понятия видите чувство собственности все переворачивает это называется иллюзия венах майя поэтому в этой иллюзии рассуждаю все мои рассуждения будут иллюзорные неверно неверно бог по определению вечен так почему же нужно стареть тогда если он нематериален на во я во нам ча это формула гласит что бог вечно юный вечно обновляющийся не просто юный вечно обновляющийся как солнце вечно излучающий в понятии скажем ученых материалистов солнце уже как бы светит 20 миллионов 20 миллионов или мир миллиардов лет и не помню помню цифру 20 по их расчетам но когда еще изучал науку астрономию там по их расчетам еще в те дальние годы по их расчетам того времени осталось ровно половина энергии солнца чтобы вот поддерживать жизнь в этой солнечной системе все дальше но будет газ ну как и все значит наши источники энергии они же истощаются прогорают ну и так же ведь солнце прогорит когда-нибудь вот их мнению половина уже прогорела топлива солнце еще половина осталось то есть нам вот нужно эти 20 миллионов лет соорудить новое солнце иначе земля значит обречена на гибель такова как бы была тогда теория того времени еще не беспокоились благовременно о том что солнце постепенно погаснет но ведах описывается что солнце в конце творения горит в 12 раз ярче собственно но также является источником разрушения когда приходит время она не истощима ученые позже я узнал они открыли закон сохранения энергии что на самом деле энергия не истощается а трансформируется приходит из одного состояния в другое то есть энергия вечно это позже было объяснено поэтому сейчас это уже теория не актуально что солнце гаснет раньше было актуально то есть ученые не понимают да как это как этот обмен происходит взаимообмен вот мы взяли большое большое количество дров или угля и сожгли у нас это горстка пепла не так много а где вся эта масса где-то вся древесина они не знают куда это энергия трансформируется как они потом снова возвращается в то же самое дерево то есть есть постоянный как будет обмен оборот вселенский эти законы ученым не известны поэтому они думают пока вот но на телесной основе не год на луне жизни нет потому что я там не могу жить я ученые я не могу жить на луне там нет воздуха поэтому там жизни нет но там есть другие формы жизни которые живут других тела они этого не знают даже не верят потому что это телесная концепция науки они все меряют по своему рассудку по своему телу по биологической форме существования у них нет другой основы науки только телесные получается вот исходя того что вы сказали насколько я смог это понять что ученые найдя этот закон сохранение энергии могли бы догадаться что на самом деле ничего не стареет поэтому мыслить что кто-то ставится это неверное рассуждение тем более в отношении вечного все вечно пребывает правильно получается тело тело будет стареть это закон природы потому что это не наше вечное тело у нас есть другое вечное тело которое мы сейчас забыли но не проявлено его можно постепенно проявить при помощи духовной практики а материальное тело стареет исчезает умирает обязательно проходит через фазы рождение рост созревание какая-то побочная деятельность тоже детей можем иметь потом увядание потом исчезновение все шесть фаз это закон материального творения все подчиняется ему и планеты и живые существа и вся вселенная у нее свои сроки существования при этом душа говорится никогда не рождается не умирает никогда не было времени чтобы я ли ты не существовал говорится бога водитель не будет того времени чтобы прекратили свое существование душа неизменно никогда она это вечно той же самой но в материальном и родившись обязательно умрет умерший снова родиться вот так душа меняет тела как одежда говорится как вот одежда стареет на сбрасывание надеваем новую одежду и так это продолжается называется самсара цикл рождение и смерти из которого душа может выйти вот эта задача и и выше выше и цели смысл то есть наука о боге подразумевая что мы должны перейти в мир вечности свой мир из этого временного мира страданий и смерти свой мир смерть как сказать индивидуально например например человеку 40 лет его телу 40 лет а у него ребенок появляется если он берет ребенок клетки отца так биологические клетки отца берет он должен родиться 40 лет не может но не рождается 40-летним он рождается младенцем запасом жизненной энергии значит у человека есть это запас жизненной энергии но это индивидуально видите указывает свой срок жизни предопределён это индивидуально зависит от кармы когда кармы нет тогда вы сознаете свою вечную природу я не знаю как слушатели но я такое вдохновение чувство мне кажется сейчас я это взлечу но мне нужно просто вдохновение я помню как то у вас александр геннадь спросил для чего вообще размышлять и вы сказали что если мы размышляем и наши размышления соприкасаются с абсолютной истины то если это подлинные размышления то они приводят к внутреннему счастью то есть размышления не бесполезны и можно это ощутить на собственном опыте если объект этих размышлений верен и сейчас я чувствую счастье большое я вам огромную благодарность вам испытываю и нас значит такая огромная тема и так мало времени но все-таки продолжают эту тема что бог это вы сказали что-то живое существо что он юн всегда новый всегда существующий невоображаемый а даже то что я воображаю я не могу вообразить то что не существует из возникает вопрос если он живое существо то он мы знаем что вот я например есть имя есть другие люди, другие живо-существа, у них есть какие-то названия, есть животные, какие-то названия, имена, да. Был один из вопросов, что человек сталкивается, один из ваших подписчиков, слушателей, он сталкивается с тем, что читая Бхагавадгиту, он видит много имён Бога. И он уже запутался, собственно, кто из них кто. И вопрос простой. Если Бог — это живое существо и Личность, то есть ли у Него имя? И каково это имя? И чем это имя отличается, например, от моего имени, ведь это имя Бога? Мой отец родился в Узбекистане. И он знал узбекский язык. Но поскольку я уже жил в России, хотя они переехали жить в Россию, это было СССР в то время, я никогда не говорил на узбекском языке. И потом я как-то подрос, как-то спросил его, «Па, а вот скажи, в Узбекистане какие имена бывают у людей?» Вот меня Александром называли, допустим, сестру Людмилы, да, вот. И даже никто не знал, что это означает. Но назвали, назвали, значение не знали, как правило иметь. А в Узбекистане какие имена бывают? Он стал мне говорить, какие-то имена, я их даже не запоминал, до сих пор не помню. Я его спрашивал, а что это означает? Он говорит, это означает, например, медвежонок. Я рассмеялся, говорю, как медвежонок? Такое имя, что ли, у мужчины? Говорит, да. Я говорю, почему? Ну, говорит, так вот, родился, говорит, и так, забавно, говорит, ходит ребенок, что похож на медвежонка. Его назвали медвежонка, так вот всю жизнь медвежонок. Такие имена, говорит, тоже бывают. То есть, смотрите, ходит как медвежонок, скажем, ест как верблюд, иногда ведет себя как спинья, задевистый как петух, или добрый как, ну, кто добрый? Добрый как собака. Служ как собака. Видите, тоже у нас много имен. Мы тоже в разных, как бы, характерах, в разных качествах можем представляться, но это тоже по-разному могут назвать. Если мы ведем себя как скотина, скажут, вот скотина какая. Если мы что-то хорошее сделаем, нам другое имя дадут, понимаете? Ну, то есть, у нас есть много, как бы, граней, да, личностных проявлений, поступков. И по поступкам тоже могут как-то называть. Так вот, у Бога больше граней, поймите, безграничное количество граней. Я один, но стану многим, так говорится в Писании. Стану, он единственный и множественный одновременно, парадокс живой. Поэтому можно называть одним именем, но говорит, у него нет имени, потому что они все имена, миллионы имен им принадлежат. И вот когда вы свяжете все эти имена в одно захотите, вы скажете, либо Бог, либо вы скажете, что это прекрасно. Вот что вы скажете. То есть, прекрасный Бог, вы скажете, такое имя назовете. Все прекрасные, все привлекательные. Вот это самое распространенное имя, веда. Так, имен может быть много, но сильный имен. Вот здесь 99 имен Аллаха, допустим. Это не все имена. В Коране говорится, что это не все имена, а есть еще и сотые имена. Веда, говорится, их безграничное множество. Все имена Богу принадлежат. Даже наши имена, это все от Бога. Я как-то спрашивал, у нас есть спектакль, то, что он сделан с вашей благословений. И вначале я знакомлюсь с людьми, спрашиваю их имена. И обычно люди не знают, что значит их имена. А я за время спектакля жнал почти все их имена, их переводы. И, например, человек говорит, меня зовут Олег. Я говорю, а Олег значит святой. А он не знает об этом. Или Ольга, это же значит святой. И, кстати, однажды я встретил человека, который спросил, как вас зовут. Он сказал, Артур. Я спросила, что значит Артур? Он сказал, Артур значит медведь. Это как раз тема, то, что вы говорили. И есть такие имена. Артур, это медведь. Человек-медведь. Так переводится. Я сейчас еще проверил на всякий случай. Так что это все авторитетно. Получается, если мы введем в Google, в поисковике, кто такой Бог, я сегодня это сделал, мне интересно стало, что мне ответит интернет. Интернет мне ответил, что Бог, сейчас я прям зачитаю, вот эта мировая энциклопедия, Википедия, она отвечает следующим образом. Бог — это название могущественного, сверхъестественного, высшего существа теистических и деистических религий. Хорошо, может быть. Я прочитал это и подумал, а разве что-то можно понять вот поэтому? Вот, например, мы читаем определение слова «президент». Президент — это тот, кто выполняет такие-то функции. Но при этом понять через это определение, что президент, например, сейчас это Владимир Владимирович Путин, невозможно через это определение просто. Так же, как и через это определение, невозможно понять, собственно, это его функция. То есть он так вот действует, он такой могущественный, он такой сверхъестественный. Но кто он на самом деле? Вы сейчас сказали, что он всепривлекающий. Это значит, правильно ли понимаешь, что значит, что у него есть облик, значит, что у него есть какие-то привлекающие действия? Могли бы вот этот момент раскрыть? Или это что-то такое абстрактное, как идея красивая? Что это? Вообще в наше время Бог — это интернет. Во всяком случае, на это надеялись. Но даже интернет толком ничего не знает о Боге, видите, очень мало. Но мы надеялись, что этот искусственный интеллект, это будет что-то, ну как, подобно Богу, будет знать все. Но нет, он знает только то, что мы туда вложили человеческое. На самом деле он не является Богом, конечно же. И в чем у нас вопрос получается? Вопрос в том, что если у него, то есть через слово «Бог» нельзя понять Бога. То есть мы можем как бы узнать его какие-то качества. Это хороший вопрос. Понять нет, мы не сможем. А обратиться сможем. Если мы принимаем это понятие «Бог», как вот в Конституции мы приняли, мы уже можем обратиться к Нему. Вот это вот очень ценная, самая ценная вещь. Если мы сможем правильно к Нему обратиться, тогда придет и понимание Бога. Так же, как мне указали, да вот есть президент страны. Но если к Нему обращусь, он может мне ответить, если я правильно это сделал, у меня будут основания для этого. Но он не может ответить по этому ответу, у нас завершится отношение. Вот тогда я смогу понять уже больше о Боге, ведь об этом президенте. А пока нам указывают на его положение огромную дистанцию. Бог – это вот всемогущее существо, да, где Он запредельно и так далее. Но уже мне показали направление, что ты можешь к Нему обратиться в духе смирения и служения, и Он может услышать в молитве. В молитве Он тебя услышит. Итак, если у меня есть правильное просьбе, правильное умонастроение, правильное почтение к Нему и уважение, вот это обращение поможет мне понять, как бы следующий шаг взлет в познании Бога. То есть у нас совсем мало времени, остаётся буквально пять минут, и подытоживая, получается, Бог – это реально существующее, вечное, живое существо, всепривлекающее живое существо, непостижимое живое существо, недоступное для нас живое существо, недоступное в смысле полного понимания. Также вы говорили, что Он доступен будет каждому, кто с должным настроением обратится к Нему. Конечно, мне приходится выбирать из того, что… Тогда, если вот, ну, как бы подытоживая, как всё-таки каждому человеку искреннему соприкоснуться, вот не просто, как бы, со статусом президента и узнать, что есть президент, а вот получить вот этот доступ. Ведь не так просто быть связанным, получить доступ к президенту, например, что-то сказать ему лично. Как вот каждый может обрести этот опыт личного общения лицом к лицу, как вы сказали в одном из ответов? Есть хороший метод. Один святой сказал, великий учитель сказал это. Не стремитесь увидеть Бога, но живите так, что Он вас сам заметил. Если вы что-то сделаете великое, сам президент вас заметит. Ему доложат об этом его служащие. Это дойдёт до министерства, это дойдёт до него. Такие случаи есть. Если вы что-то делаете хорошее в служении государства, вас всегда замечают руководства. Вот это способ верный. Давайте жить по-божески, и Бог заметит. Он самый благодарный, говорите, из всех живых существ. Самый любящий. Если мы пытаемся встать на верный путь, Он лично окажет поддержку. Это опыт любого искреннего человека. Любого. Независимо от его происхождения, его расповедания и прочее, прочее, прочее. Независимо ни от чего. Только от его искреннего желания. Поэтому это доступно каждому человеку. Александр Геннадьевич, вот вы сейчас говорили, знаете, такое у меня чувство возникло, что вы протягиваете руку, как будто вы протягиваете руку такой помощи. Вот. И мы все, я как ученик ваш, и многие ваши подписчики, и те, кто хочет стать вашим учеником, либо те, кто стремится к познанию, просто хочет волосовски осмыслить своё существование. Мы все выражаем вам огромную благодарность за возможность задавать вопросы на такие темы и получать ответы, которые не просто теоретически остаются в уме, но и задевают сердце, задевают душу и вдохновляют идти духовным путём. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Огромное количество вопросов, на самом деле, было, и мы не смогли всё задать. Ну, может быть, мы как-то продолжим ещё. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо большое. Всем всего наилучшего, дорогие подписчики. Александр Геннадьевич, снимите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.